Итак, Бытие. Книга, где все впервые. Книга начал. В первых 11 главах доминируют события. И, к сожалению, одно из них — это первое убийство. Мы читали о первых рождениях, рождении Кайна, рождении Авеля. И о первом убийстве. Чем страшно убийство? Затем, что это грех против Бога. Действие, противоположное творению. Действие, о котором мы говорим, «Боже, ты поместил этого человека на землю, но ты ошибся. Не надо было его сюда помещать. Я его отсюда уберу». Именно так поступает и Каин по отношению к своему брату. Это убийство показывает нам, среди прочего, что на земле нет справедливости. Справедливость в небесах. Праведник умирает. Неправедный живет. Очень легко пройти по земле и сказать, «Вот богатые люди, здоровые люди, долго живут, значит, это им награда от Бога». А те, у кого нет богатства, нет благополучия, нет здоровья, они наказаны Богом. С первого же поколения людей мы видим, однако, что это не так. А вообще говоря, богословие Ветхого Завета можно интерпретировать, исходя из положения, что праведный всегда получает награду. Но Иисус говорит иначе. Праведник страдает. Праведника в данном случае убивают. Помните, мы с вами говорили о риторических вопросах? Когда Бог спрашивает Адаму, «Где ты?» И здесь, в четвертой главе, перед нами снова вопросы. Бог обращается к Каину после убийства. Бутея 4, 9. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Он не просто убийца, он еще и лжец. Вы легко убедитесь, что грехи никогда не путешествуют в одиночестве. Они всегда в компании, один с другим. После первого греха второй проходит легче. Ну, какая мелочь солгать после того, как уже убил. Адам и Ева пытаются прикрыть свой грех листьями с деревьев. А Каин пытается прикрыть свой грех словами, ложью. И у него тоже ничего не получается. «Где Авель, брат твой?» «Не знаю». Конечно, он не знал, где душа Авеля. Но он точно знал, что случилось с Авелем. Он лжет Богу. Адам и Ева скрылись от Бога. Каин соврал Богу, обманул Бога. Более того, Каин начинает Богу бросать в лицо вопросы обвинения. «Разве я, брат, и разве я сторож брату моему? Разве я должен был следить, чтобы брат остался живым?» Десятый стих. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Вот это проклятие на Каина. Потому что земля, проклятая Богом, теперь приняла кровь, убитого Каином брата. Каин должен будет стать странником. У него не будет пристанища. Тринадцатый стих. Говорит Каин, «Наказание мое больше, нежели снести можно». Четырнадцатый стих. «Вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Он наказал своего брата Авеля, наказал неправильно, неправедно, и считает, что Авель достоин этого наказания. Когда Бог наказывает самого Каина, Каин считает, что это слишком сурово. Очень часто мы так же поступаем. Мы обвиняем и наказываем других, но не готовы принять наказание себе. Мы бросаем обвинение в лицо Богу. Что происходит дальше? Дальше великая тайна. Тайна Божьего проведения, Божьей заботы. Когда Бог по благодати Своей заботится о людях. Причем обо всех людях. Давайте задумаемся, что происходит в этот момент. Праведник умирает, грешник остался живым. Подлинный поклонник Божий умирает, ложный поклонник остается живым. Вчера я представил вам принцип, который помогает нам решить проблему принятия Божьих судов. Нам хочется, чтобы Бог сделал иначе. Нам хочется, чтобы Бог сделал по справедливости. Якобы Он поступает не по справедливости. По справедливости это было бы по-нашему. Помните, я вам, вас с вами делился принципом и по книге Бытия, и по Евангелию от Иоанна. Этот принцип очень важен. Мы о нем говорили в связи с смертью Лазаря, друга Иисуса Христа. Принцип он звучит так. Если бы я был всеведущ, как Бог, а я не всеведущ, если бы я был всеблаг, а я не всеблаг, даже не благ, но если бы я был всеведущ и всеблаг, то я сделал бы ровно то, что сделал Бог. И допустил бы ровно то, что допустил, и допускает Бог. Сегодня я хотел бы поделиться с вами еще одним похожим принципом. Не в том дело, что Он решает все наши проблемы и все сложности. Нет, конечно, нет. Но Он помогает нам правильно реагировать на собственные страдания, на трудности в нашей жизни и на события, которые нам не нравятся. Когда страдает дорогой для нас человек, когда умирает близкий нам человек, вот смотрите, праведник убит, убийца-грешник жив. Теперь смотрите, какой принцип. Бог не собирается доказывать свою любовь к вам или ко мне тем, что будет меня защищать от страдания и смерти. Или тем, что будет защищать близких мне людей, дорогих мне людей от страданий и смерти. Еще раз, послушайте внимательно. Бог не собирается доказывать свою любовь к нам или близким нам людям тем, чтобы защищать их или нас от страданий и смерти. Значит, теперь, чего я не сказал. Я не сказал, что Бог не собирается защищать нас и не защищает нас. Он защищает и нас, и близких нам людей, дорогих для нас людей. Вы до сих пор живы? Люди, близкие, дорогие вам, они тоже живы? Живы только по одной причине. Бог защитил их и вас от смерти. Ваши близкие, дорогие, любимые, родные люди здоровы? Они не страдают? Только потому, что Бог сохранил их от страдания. Только потому, что Бог сохранил им здоровье. Я не сказал, что Бог не будет защищать нас. Я сказал, что Бог не будет использовать эту защиту в качестве доказательства Своей любви к нам. Кстати говоря, я не сказал, что неправильно просить Бога о том, чтобы Он защитил нас. Напротив, мы верим в молитву, мы верим в ходатайственную молитву, и Бог иногда на эти молитвы отвечает. Он отвечает, когда мы просим Его защитить нас или наших близких, родных, любимых людей от страданий и смерти. Я сказал лишь одно. Бог не будет использовать эту защиту в качестве доказательства любви Своей к нам. Почему? Да по очень простой причине. Бог дает другое доказательство, куда более сильное, куда более мощное доказательство. Бог свою любовь к нам доказал тем, что не стал защищать своего любимого сына, не защитил любимого сына своего от страданий и смерти. Понимаете, как Он доказывает любовь к нам? Он не стал защищать своего единородного единственного сына от страдания и смерти. Смертью Иисуса Христа, ранами Его, кровью Его, страданиями Его. Вот чем Господь доказывает свою любовь к нам. Если мы требуем от Бога других доказательств, если мы говорим, «Боже, Ты меня не любишь, я страдаю». Если мы говорим, «Боже, вот этого близкого мне человека, Ты допускаешь ему страдать, значит, Ты меня не любишь». Нет, ничего подобного. Если мы так говорим, то мы фактически утверждаем, что смерти Иисуса Христа недостаточно. Мы фактически утверждаем, что смерть Иисуса Христа не доказывает Божью любовь к нам. В данном случае Бог не защищает праведника. Бог не защищает Агрия. Почему? Божья защита, Божья забота, это тайна. Механизм ее таинственный, непонятен для нас. Бог часто не защищает праведников, но, с другой стороны, иногда Бог защищает неправедных. И перед нами в четвертой главе книги Бытие, в пятнадцатом стихе слава Божия. И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. И сделал Господь Каину знамени, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Бог ставит свою защиту вокруг Каина. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com А теперь вопрос. А вокруг Авеля почему не поставил? Почему он защищает убийцу? Почему он защищает лжепоклонника, негодяя? Да вот почему. Потому что Авель подобен Христу. Об этом свидетельствует и послание к евреям. Авель прообраз Иисуса Христа. Бог не поставил свою защиту вокруг Единородного Сына Своего, чтобы преподать нам урок. Подлинный поклонник идет на смерть, чтобы лжепоклонник имел возможность ощутить Божию благодать. Кстати говоря, у нас нет указаний, что Каин принял Божию благодать. В Ветхом Завете мы видим немало плотских людей. Плотских в том плане, что у них был доступ к истине, у них был доступ к Духу Божию, у них было общение с праведными людьми, но сами они остаются неправедными. Такой человек Каин, таким человеком будет Исмаил, таким человеком будет Исаф, таким человеком окажется Лот, еще в книге Бытие. Потом, позже, таким человеком окажется первый царь Израиля, Саул. Этим людям было многое дано. Эти люди получили огромное благословение в свое распоряжение, но не приняли его в свое сердце. Они предпочли отделиться от Бога. Они предпочли закрыть уши с голосу Святого Духа. Они предпочли грешить, хотя у них были все возможности для праведности. Каин становится странником и основывает новую семью. Не знаю, как в России, а на Западе люди с удовольствием задают вопросы, которые, как им кажется, показывают абсурдность, невозможность, невероятность библейских повествований и притязаний Слова Божия. Об одном из таких вопросов мы с вами уже говорили в понедельник. Помните, замечательный вопрос, откуда появился свет в первые три дня творения, если Бог создал солнце только в четвертый день? Задавая такие вопросы, неверующие люди полагают, что тем самым опровергают Библию. Вот теперь перед нами еще один из излюбленных вопросов, откуда Каин взял себе жену. Потому что написано же Бытие 4.17 «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха». Буквально через несколько минут мы увидим, какими долгожителями были те люди. Мы знаем, что Адам и Ева были дети, мы знаем, что им были сыновья, Авель, Каин, мы знаем, что у них были и внуки, но нам не даны имена, не открытые имена всех детей, Адам и Ева. Список явно не полный. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Каин взял сестру сестру и с сестрой вступил в брак, и от нее у них были дети? Нет, для нас, конечно, это невероятно, но это только для нас. Но давайте разберемся. Есть такая поговорка в английском языке. река самая чистая у истока, а не устье. Исток это начало реки, устье ее конец. Река всегда чище у истока, чем устье. Когда я жил в Америке, я жил в городе Мемфиш, штат Тенниси, на реке Миссисипи, самой крупной, самой большой реки Северной Америки. Кажется, Миссисипи начинается в Америке в Миннесоте, а заканчивается в штате Новая Америка, заканчивается в Новом Орлеане, где вливается в Мексиканский залив. Так вот, вода чище в Миннесоте, чем в Новом Орлеане. Река Миссисипи гораздо чище в Миннесоте. Почему я об этом говорю? В начале истории человечества наши гены были гораздо чище, чем в последующих поколениях. Закон, запрещающий кровосмешение, появился существенно позже. И, учитывая возраст Адаму и Евы, можно предположить, что у них были сотни детей. Потом шло время, поколения сменялись новыми поколениями, и брак между братьями и сестрами становился все более и более рискованным. Для нас это вообще мерзко, отвратительно. Но, если человечество началось с двух людей, с Адаму и Евы, то для того, чтобы людям выжить, должны были быть браки между братьями и сестрами. А как иначе? Вот так можно ответить на этот часто задаваемый вопрос, откуда Укаина жена. Вскоре мы с вами дойдем до поколения Ламеха, 23 стих. Кажется, это седьмое поколение, хотя я не уверен. И здесь начало многоженства и еще одно убийство. Ламеха не просто две жены. Ламех не просто убивает одного из своих братьев или двоюродных братьев, но и начинает по этому поводу хвастаться. Даже песенку придумывает об этом. 23 стих. «Сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеха, вы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отроков рану мою». Если за Каина отмститься всемиро, то за Ламеха в 70 раз всемиро. Он говорит, «Я решу вместо Бога». Бог не будет решать, «Я решу, какое будет отмщение». Не нужно Богу мстить, «Я сам возьму на себя это отмщение». Есть еще одна причина, по которой Бог защищает Каина. Кроме того, чем я уже сказал, что Бог праведный и святой, благодатный. Бог 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 на благодати, Он дает Каину возможность покаяться. Бог еще и мститель. Ему отмщение, Его право отмщения, Он решает, как людей наказывать. Да, конечно, Он дал заботу о поддержании порядка правительством. Но одно дело поддержание порядка и справедливость, другое дело отмщение. Отмщение дело Божие, и только Божие. Только Он это определяет. Мы как-нибудь, может быть, об этом поговорим, если будет время. К 25 стиху Бог дает Адаму и Еве еще одного сына. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авера, которого убил Каин. Мы вступили в брак, мы поженились в 1977 году, сегодня день рождения моей жены. Первый наш ребенок, наша дочка-малышка родилась в марте 1979 года. В конце 80-го года, нет, в начале 81-го года, мы ожидали еще одного ребенка. Это должен был быть мальчик. Мы собирались назвать его Лука. Но мальчик умер в утробе материнской на восьмом месяце ее беременности. Мы назвали его Майкл, Михаил, кто, как Бог, кто подобен Богу. И именно эти слова я сказал о нем на погребении. Сейчас он сияет в царстве отца своего, как Михаил, кто подобен Богу. Моя жена снова зачала в 1984 году. Мы всегда хотели назвать мальчика Лук, Лука. С первым не получилось, со вторым со следующим мы думали назовем его Лук, его Лук, Лука. Но потом передумали и назвали его по-английски Сеф, по-русски Сиф, как в четвертой главе книги Бытия. Потому что Бог дал нам маленького сынишку вместо того, которого мы потеряли. Этому маленькому сынишке сейчас уже 26 лет. Сегодня он садится в самолет и направляется в Будапешт. Я надеюсь в субботу его увидеть лично. Бог дал Еве утешение, чтобы утешить его и ее и восполнить потерю. Вот и говорит она, Бог дал мне другое с теми вместо Авеля, которого убил Каин. 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. 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 Субтитры создавал DimaTorzok